...взрушенного дома в Днепре, и многие вспоминали кадры взорванных домов в Москве в 1999 году, и по этому поводу даже вспомнили интервью Путина того времени. ...взорванных домов, живыми людьми, ни в чем не повинен, ночью, в голове не укладывается, невероятно, невероятно, это нечеловеческая шестфакция. Просто мы должны понять, что мы должны противопоставить, этому можно противопоставить, только силам. Без этого нам не было. Государство не сохраняет, и людей не сохраняет. Если бы сейчас публично ему показать это его интервью, где он называет взрыв жилого дома с людьми ночью, это чем-то нечеловеческим, террористическим и так далее, если ему сейчас показать, чтобы он в этот момент был на публике, он скажет что-то, типа, это вы не понимаете, это другое или что? Ну, разумеется, он что-нибудь скажет, какую-нибудь дежурную пошлость, да, и уйдет от ответа, как всегда. Но в этой пленке, которую я, честно говоря, то ли не видел, то ли подзабыл, там был поразительный момент вначале. Его спрашивают, цель оправдывает средства? И он в некоторой тревоге спрашивает, чья цель? Мне кажется, он подумал, что задали вопрос про него. Оправдывает ли цель остаться у власти, укрепиться у власти, развязать чеченскую войну? Вот такие средства, взорвать жилы, потому что дома взорвал он, его спецслужбы взорвали эти дома. И мне кажется, он на какую-то секунду подумал, что этот вопрос обращен к нему. Твоя цель оправдывает эти средства? И он переспросил, чья цель? Террористов? А, и когда корреспондент невинный, слишком невинный на мой вкус, да, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Корреспондент задал вопрос, который прозвучал гораздо смелее, чем он предполагал. И вот когда он услышал подтверждение Путина, что про террористов речь, и вот тогда он уже завел всю эту волынку свою, да. Разумеется, это другое. Разумеется, идет война, развязная нацистами. О, конечно. Конечно. О, конечно. Ну, конечно.